Ну что ж, добро пожаловать на наш Zoom сегодня на русском языке о хрониках Акаши. Этот Zoom, в принципе, будет для вас все вопросы, которые мы можем обсуждать. Что такое хроники, что такое карма, что такое, как её менять. Я немножко расскажу о себе для людей, которые меня не знают. Я родилась в Москве и уехала ребёнком. Мама вывезла меня, когда было 17 лет, сразу после школы. И при этом я всегда хотела быть врачом. Другого у меня просто пути не было. Я закончила медицинскую школу в Чикаго и практиковала медицину в течение больше 10 лет, пока не заболела сердцем. Но ещё до того, как я заболела, я начала заниматься хрониками. Очень интересно произошло. У меня тогда были проблемы с мужем. И меня послали. Говорят, пойди на консультацию на хронике. Я думаю, ну хорошо, я пойду. Мне скажут, что делать. Я иду к гадалке. Мне скажут, разводиться или не разводиться. Была очень интересная консультация, потому что она мне не сказала, что делать. Она мне не рассказала моего будущего. Она мне только сказала, у тебя абсолютно неограниченные возможности. Единственное, что она мне сказала по отношению моего будущего, что одна из вероятностей, один из моих выборов может быть преподавать какое-то духовное направление. Я тогда, конечно, я врач. Но я всегда интересовалась. То есть у меня не было вопросов по поводу духовности. Я занималась очень многими техниками уже тогда. При этом, что произошло, в конце консультации она мне говорит, ты знаешь что, ты не хочешь научиться, как открывать свои собственные хроники. Я так, окей. А я тогда пробовала всё. Я уже даже не помню, что. И я пришла на класс, было очень интересно. Класс был замечательный. Я когда открыла первый раз хроники, энергия была такая, которая просто я не могла даже объяснить. Но вот это чувство любви, чувство полного соединения со всем живым и неживым, было то, что я никогда не испытывала. Одну секунду. Кот решил поиграться с моими наушниками. И единственное, что в конце класса произошёл очень интересный момент. Я собиралась продавать свою практику. И я, естественно, всё ещё пытаясь найти вот это гадание, предсказание будущего, задала вопрос, а продам ли я свою практику? И мы тогда как бы смотрели с разных сторон. Шесть человек мне сказали нет. Ну, я думаю, ну, хорошо. Значит, наверное, ничего в этом нет, ушла. А на следующий день, когда пришла, мне сказали, что меня не покупают. Окей. Вот это я поняла, что что-то в Акажа Кракард есть. Но что я очень интересное поняла в тот момент, что наш выбор — это и есть та карма, по которой мы движемся. Когда мы что-то выбираем, мы создаём в этом поле вероятности Акаши, как я называю поле Акаши, мы создаём направление, как бы дорогу себе, куда идти, и идём вот по этой колее. Почему меня не купили? Значит, был момент выбора. За несколько дней до класса, класс был суббота-воскресенье, мне сказали, вот тебе контракт, принеси его в пятницу утром. Мы тебе не можем сказать, почему, но принеси в пятницу утром. Ну, я, будучи я, когда мне что-то говорят сделать, я делаю наоборот, правильно? Но вот что-то было такое, что не давало мне принести контракт утром. И когда я принесла контракт в понедельник или во вторник, я не помню, в какой день это было, оказалось, что в пятницу вечером эту компанию, которая покупала мою практику, их купила большая компания. И полностью остановили все покупки-продажи. То есть вот это маленькое решение, которое я приняла, не приносить бумаги в пятницу, а принести ее в понедельник или во вторник изменило направление моей жизни на самом деле. Потому что если бы я продала ее, потому что я бы подписала контракт, меня бы купили, совершенно другое направление было бы. И вот это, с вот этими маленькими, маленькими, большими решениями, большими выборами мы работаем во время класса. Первого и второго. В первом классе мы работаем с нашими собственными хрониками. Что такое хроники на самом деле? Хроники — это запись всего, что произошло, произойдет и то, что есть сейчас. Одну секундочку, я возьму водички. Я забыла взять. А, хотя вот. При этом это все возможные варианты настоящего, будущего и прошлого. Там настолько бесконечные варианты, что когда люди говорят, аж как, как мое будущее будет, невозможно определить, потому что каждый маленький выбор меняет направление и меняет судьбу. очень многое из прошлых жизней оставило след на эту жизнь. Мало того, будущие жизни оставляют след на настоящее. Что очень интересно, так как время это настолько придуманное, оно не существует на самом деле. и вот именно в поле вероятности мы видим именно вот то, что времени нет, потому что все происходит одновременно. Нет вот этого, нет этой закономерности, что вот я сделаю А, будет Б. Нет, это может быть сделала А, а может быть там минус какой-то 5 будет. то есть оно как-то движется, то есть есть направление за счет предыдущих поступков, предыдущих выборов, предыдущего что-то, что мы не закончили, может быть, может быть, кого-то обидели, нас обидели, нас убили, мы кого-то убили, кого-то обманули, нас обманули. И вот это вот все, весь этот клубок выборов и созидание того, что мы сделали либо в прошлых жизнях, либо в нашей жизни, вот сейчас, оно как бы влияет на наши отношения, на наше здоровье, на все, что происходит с нами, наше финансовое состояние, и, пожалуйста, задавайте вопросы, если что-то непонятно, что-то вы хотите узнать больше, задавайте, и я объясню. То есть, если мы смотрим, это как, знаете, вот как своего рода ковер, и каждая ниточка, это может быть какая-то жесть, но она создает общий рисунок, который мы видим сейчас. мы говорим о квантовой механике, то есть, в хрониках мы можем проследить вот это вот параллельные вселенные, параллельное все, особенно, если мы уходим глубоко. акаши, это чисто в санскрите она означает эфир. Это субстанция, которая, скажем так, это другое измерение, но при этом оно находится в нас. Все хроники записаны в нашем теле и в нашем генетическом материале, то есть, начиная от ДНК и РНК, оно закодировано вся вселенная, все наши поступки, все, что было до, после, причем очень интересно, и объяснений у меня этому нет, но я наблюдала, я работаю с хрониками 22 года, ну, в апреле будет, 10 апреля будет четко 22 года, когда я взяла свой первый класс. В хрониках можно увидеть, что будущее влияет на настоящее. Как оно делает, я не могу объяснить, скорее всего, потому что все идет одновременно. хорошо посмотрели, вот первый класс, когда мы начинаем, это два дня мы будем работать, как открывать, то есть, будет подготовительный момент, медитация, работа с телом, на руке есть точки, которые помогают тоже очистить карму, и мы будем работать с молитвами. Основная молитва, открытие, это ключик вибрационный, который на сегодняшний день не перевелся ни на один язык, то есть, пособие переведено сейчас на сегодняшний день на испанский, на иврит, и в процессе перевода на русский. Написан он по-английски, и очень интересно, целебные молитвы переведены. И сама молитва не переводится, то есть, мы будем работать с этой молитвой. Да, есть вопрос, получается, если у меня есть страх смерти, значит, меня в той жизни, возможно, убили. И да, и нет. Well, то, что убивали в разных жизнях, это точно. Оля, включите ваш микрофон, если не тяжело. Я одиночки. Да, да. Сейчас я только погромче сделаю, потому что у меня здесь не так слышно. Да, Оленька, на самом деле, у вас там музыка играет, или у кого-то еще. Не у меня, кто-то включил. Ольга, когда страх смерти, это очень часто может быть связано не только с тем, что убили, а наоборот, может быть, вы убили кого-то. Но так как у нас были многие жизни, то мы за все эти жизни убивали, умирали и так далее. Вот мы как раз сейчас можем поработать немножко. Я скопирую молитву в чате. И чаще всего очень помогает молитва прощения. Это как раз тот самый пример, когда сейчас я сделаю ее. Находимся сейчас приобрел он и сейчас я проверю. Проверю, вся ли она записалась. Очень часто очень интересно, что копируешь, но она не вся записывается. Да. Давайте все вместе прочитаем. Вот посмотрите на вашу боязнь смерти, вот этот страх смерти. Хорошо, Оля? Давайте вместе все, весь наш зум, будем читать эту молитву. Я позволяю прощению Вселенной течь сквозь меня, очищая меня от всего, что я сделала, видела, слышала. Кому-либо или чему-либо осознанно или неосознанно в любом времени в пространстве измерений реальности или воплощения. Я позволяю прощение Вселенной течь сквозь меня, очищая меня от всего, что я испытала, что было сделано, замечено, услышано мной от кого-либо или чего-либо, осознанно или неосознанно в любом времени пространстве измерений реальности или воплощения. Я позволяю прощение Вселенной течь сквозь меня, очищая меня от всего, что я сделала, увидела, услышала себе, осознанно или неосознанно в любом времени, пространстве, измерении реальности или вопрощении. Оля, как сейчас? Вот этот страх смерти? Больше, меньше или неизменно? Ну, вот когда ты стала, прям мурашки были. Правда, да, полегче. Да. То есть поработайте с этой молитвой немножко. Благодарю вас. То есть вот так вот мы работаем с кармой. Это карма настолько заезженное слово, и люди не всегда понимают, что под этим подразумевается. Очень многие подразумевают, что, окей, карма — всё, это судьба, и ничего не меняется. На самом деле это не так. Карма очень подвижна, очень движется с тем, что... Сейчас, одну секунду, у меня тут компьютер немножко... кстати, ещё один вопрос. У меня не получается выстраивать отношения с мужчинами и ребёнок-инвалид, тяжёлый сын. Эрочка, сори, это было правильно? Я не знаю, вы хотели, чтобы я прочитала или нет. если хотите, можете включить ваш микрофончик, и мы поговорим. Что происходит с ребёнком? то есть здесь два варианта. Один с мужчинами — это нужно смотреть, где что зарыто. Вот как раз в рекорд мы смотрим. Когда ребёнок-инвалид, чаще всего, я не говорю, что всегда, чаще всего — это выбор ребёнка. Ребёнок пришёл как бы отмывать свою карму, потому что есть много вариантов, как её менять. Один из возможных вариантов менять карму — это через болезнь, через страдания, через какие-то муки, которые человек проходит, как бы таким образом зарабатывая прощение у самого себя. На самом деле, как мы говорим, божественная сила она не судит. Судим мы сами себя. Мы себя осуждаем и говорим, вот я сделал так нехорошо, и после этого я должен откупить свой грех, скажем так. И вот таким образом душа выбирает страдания очень часто, чтобы каким-то образом поменять свою судьбу на будущее жизни. Но проблема в том, что душа, когда возвращается, она-то, может быть, ещё и помнит, ради чего пришла сюда. Но физическое воплощение мы забываем всё, с чем мы пришли. Точнее, мы ограничиваем себя и не даём себе возможность увидеть это. воплощение когда ребёнок инвалид, очень часто это какие-то контракты между матерью, между родителями, скажем так, и ребёнком. Также это такие жуткие заболевания, когда у ребёнка рак. То есть очень много нюансов, каким образом это что? Молитвы, которые мы пользуемся в классе, вот молитва прощения, она очень помогает. Давайте прочитаем её ещё раз. Посмотрите на... Выберите что-то, либо не получается отношения с мужчинами, либо ребёнок с ребёнком. Давайте посмотрим, как ваше отношение к этому появится. Давайте вместе. Я позволяю прощению Вселенной течь сквозь меня, очищая меня от всего, что я сделала, видела, слышала, кому-либо или чему-либо, осознанно или неосознанно, в любом времени, пространстве, измерении, реальности или воплощении. Я позволяю прощению Вселенной течь сквозь меня, очищая меня от всего, что я испытала, что было сделано, замечено, услышано, мной, от кого-либо или чего-либо осознанно или неосознанно в любом времени пространстве измерения реальности и воплощения. Я позволяю прощение Вселенной течь сквозь меня, очищая меня от всего, что я сделала, увидела, услышала в себе, осознанно или неосознанно в любом времени пространстве измерения реальности или воплощения. И, Эрочка, что я хотела бы добавить, это точку на руке, потому что в хрониках существуют точки, их очень много. На тыльной стороне, на ладошке, я сейчас покажу общий график, вы увидите, то есть их много. Но я хочу поработать сегодня с эмоциональной точкой. Она находится, вот она, на графике покажу. Это на тыльной стороне, между большим пальцем и указательным. Там есть такая как бы ямочка. Нажмите ее пальчиком и вместе с молитвой, то есть держа пальчик на этом, мы прочитаем сейчас молитву. Я позволяю прощению Вселенной течь сквозь меня, очищая меня от всего, что я сделала, видела, слышала, кому-либо или чему-либо, осознанно или неосознанно, в любом времени, пространстве, измерении реальности или воплощения. Я позволяю прощению Вселенной течь сквозь меня, очищая меня от всего, что я испытала, что было сделано, замечено, услышано мной, от кого-либо или чего-либо, осознанно или неосознанно, в любом времени, пространстве, измерении реальности или воплощения. Я позволяю прощению Вселенной течь сквозь меня, очищая меня от всего, что я сделала, увидела, услышала о себе, осознанно или неосознанно, в любом времени, пространстве, измерении реальности или воплощения. Как сейчас, Ира? Хорошо, благодарю вас. Благодарю вас. То есть, таким образом мы будем работать, но основное первого класса – это научиться пользоваться вот этими инструментами, молитвами, молитвами, как открывать ракет, как смотреть, где заблокировано, чем заблокировано. Идея того, что, так как там… Да, если не хочешь больше приходить на планету Земля, можно изменить это. Ты смотришь, где заблокировано вот это всё. То, что мешает нам иметь полный выбор, потому что пока есть карма, пока есть вот эти недоделанные вещи, недоделанные контракты, какие-то обиды, мы обязаны прийти сюда, чтобы их закончить. То есть, у нас нет другого выбора. Когда мы очищаем это всё, когда мы убираем эти блоки, причём, что происходит? Мы, допустим, видим… Мы видим, как бы, одну жизнь, вот скажем так, мы смотрим хроники, и 500 лет тому назад отрубили голову или сожгли на костре. Эта жизнь, так как карма повторяется, 500 лет тому назад не единственный раз, когда нас сожгли или отрубили голову. Мы можем очень часто проследить, окей, 500 лет, 700 лет тому назад, 1000 лет тому назад, 2000 лет, 5000 лет тому назад. Похожее всё. То есть, оно может быть… Мы видим другие люди, другие ситуации, но опять-таки, оно повторяется, как вот это колесо фортуны, как мы говорим, колесо судьбы. Оно идёт по кругу. Когда… То есть, есть два варианта. Либо пройти через страдания и заплатить таким образом, либо очистить это с помощью молитв. В еврейской традиции есть день… Йом-Кипр. Когда просишь прощения за всё, и как бы судьба очищается. И идёт целый день пост и молитвы. И основная молитва – это прощение. Прощение у всех, прощение у Бога, прощение у всей Вселенной, скажем так. Когда мы работаем с хрониками, оно чем-то напоминает вот этот Йом-Кипр, потому что на самом деле хроники – это и есть книга жизни в еврейской традиции. Это хроники проходят через все религии практически, через все духовные практики. То есть, это книга жизни, это хроники Акаши. В разных временах она называлась по-разному. Это то поле, где существует магия ещё. Наш выбор, скажем так, существует поле Акаши и наша Земля. И между ними, как я называю это, духовное пространство. В хрониках, скажем, ну, хроники – это как бы часть поля вероятности, а вот поле – это Акаши, скажем так. В хронике – это просто записи. Когда мы работаем в классах, мы работаем не только в хрониках, мы работаем во всём пространстве. когда мы делаем какой-то выбор здесь, мы вытягиваем энергию из этого пространства и меняем там что-то. Мы это делаем сознательно или бессознательно. Это не имеет значения. То есть, наш страх, если мы чего-то боимся, точно так же меняет это поле. Потому что, если мы чего-то боимся, вот эта энергия того, чего мы боимся, она тоже спускается оттуда. Мы её вытягиваем. Оно проходит через вот это духовное пространство. В духовном пространстве уже существует немножко физический элемент. То есть, оно обретает структуру, как я называю, или систему. То есть, если, допустим, гадалка смотрит на вашу судьбу, большинство гадалок, я не говорю, что все гадалки, некоторые гадалки работают в пространстве Акаши. но многие из них работают в духовном пространстве. В духовном пространстве можно увидеть только одно направление, которое вы выбрали вот в эту долю секунды, когда вы задали вопрос. и гадалка вам говорит, да, вот здесь будет то-то, то-то и то-то. Когда вы это услышали, вы это уже фиксируете в поле вероятности, в поле Акаши. И таким образом, оно становится уже не энергетическим, а физическим. И переносится уже в физический мир как что-то, что произойдет действительно через день, через 10 лет, неважно. И опять-таки, даже это можно менять. мы говорим о том, что ничего нет зафиксировано. Если что-то зафиксировано, мы можем поменять с помощью молитв, с помощью точек на руке, тем, что мы как бы вытаскиваем то, что заложено, может быть, веками в нашем теле. Вы скажете, подождите, тело только сейчас вот родилось. когда душа выходит из тела, скажем так, человек умирает. Она забирает с собой все импринты, которые человек имел, причем не только одной жизни, а всех жизней подряд. И когда душа входит, вот ребенок рождается, эта душа откладывает все эти импринты на новое тело. То есть, как бы заготовки начинают работать это, знаете, как когда не видели, как принтер, который делает вот эти все в трех измерениях, в трех измерениях работает, как он начинает делать, скажем так, какую-то детальку. Он начинает вырезать из такого блока, или когда скульптор работает, начинает выбивать из камня ту фигуру, которую он хочет сделать. Причем скульптор уже видит ее вот в этом камне. Когда душа спускается в тело ребенка, она уже видит, что сделать из этого ребенка. Сделать ли этого ребенка калекой, или сделать этого ребенка здоровым, или сделать его больным, как отомстить матери. То есть это все уже душа как бы запрограммировала вот это маленькое, даже не тельце, а в утробе зародыш. Поэтому очень часто даже в утробе начинаются проблемы, либо ребенок умирает, либо ребенок рождается с какими-то дефектами, это все часть того, что душа приносит с собой из предыдущих жизней. Мы это кто работаем в поле? Вы в классах, сейчас работаю я, у меня открыто поле, и как бы я получаю информацию в эту минуту, что сказать даже. Я смотрю, как лучше это все объяснить. возраст на 300 лет возможно через хроники, а на самом деле больше, чем 300 лет, ребята. Мы говорим о тысячелетиях и миллионах лет, это все заложено в нашем теле. А во время класса вы будете, то есть идет подготовительный момент, то есть для того, чтобы тело выдержало нагрузку этой энергии, потому что эта энергия очень высокой вибрации. Я не знаю, вы слышали про вибрационную шкалу эмоций, она на интернете везде есть, скажем так, страх очень низкий, вибрации, скажем так, 2-3 миллигерца, любовь 500, и по-моему благодарения где-то около тысячи. Так мы работаем где-то в районах тысячи и так далее. Тело, привыкшее работать в нашей реальности, иногда бывает, скажем, головокружение, такая легкость, но чтобы подготовить тело, чтобы мы могли долго, и просто выкидывает, ничего страшного не бывает, но просто выкидывает из хроник. И для того, чтобы подготовить тело, мы делаем медитации, мы делаем определенные упражнения, чтобы подготовить тело, находиться в хрониках достаточно долго времени. И поэтому вы будете работать в хрониках где-то к концу, по-моему, первого дня или же, то есть зависит от людей, кто собирается. Иногда в середине дня, иногда на второй день. Второй класс, вы уже чисто работаете с хрониками, то есть продвинутый класс, это где вы начинаете создавать уже свою жизнь тем, что вы меняете свою судьбу. Будете учиться работать с другими людьми, с бизнесами, то есть все имеет записи, начиная от стула и кончая бизнесами, кончая вселенной, не кончают так, бесконечно. То есть вот эти классы, они в принципе дают вам в руки инструменты, как посмотреть, где заблокировано и что заблокировано. Причем каждый человек видит это по-разному, некоторые видят на самом деле даже картинки, некоторые слышат, это я бы не сказала голоса, но чаще всего идут как свои мысли, только мысли, которые никогда бы в жизни не додумался. Какие-то еще вопросы? Да, я буду проводить класс в Чикаго и одновременно он будет проходить на Zoom, по интернету. То есть вы можете, этот класс можно взять онлайн. Единственное, что записи не будут выдаваться на сегодняшний день, пока нужно присутствовать в классе все два дня, чтобы научиться. То есть я очень извиняюсь девочке, мальчике, которые находятся не в Красноярске или во Владивостоке или в Казахстане, у вас будет ночь. У меня в принципе тоже с шести вечера до двенадцати ночи. Можем там где-то на часик может быть сдвинуть, чтобы было немножко поудобнее. Но на самом деле будут еще классы. Это будет первый класс на русском языке. все классы, которые я проводила. Я преподаю в принципе хроники восемь лет, девять лет, десять лет. Вау! Время бежит! я начинала с другой школы там, где я училась и там я начала преподавать. и потом преподавала в другой школе. Сейчас я открыла свою школу уже больше трех лет. Так как мне хроники сказали, что нужно менять вибрации молитв. И вот они дали другие молитвы. я получила очень интересно. Компьютер мой очень часто, когда работаешь с хрониками, оно это вот кто-то дал комментарий. Это расширит восприятие. Сейчас кусочные иногда ясновидения, иногда картинки, иногда куски. А тем, кто был, дадут запись, вдруг повторить что-то. На самом деле открывается больше ваше осознание. Когда вы в рекорд, оно становится очень ясно, поэтому мы часто говорим, что нужно все записывать. Вот всю информацию, которую вы получаете, нужно обязательно записывать в журнал, потому что запомнить это невозможно. Это как сон. На самом деле мы работаем в хрониках довольно часто, неосознанно. во сне, в медитациях иногда спонтанно мы получаем информацию, вот та информация, которая пришла и ушла, как такая мысль, которую невозможно ухватить за хвост. Вот это и есть работа в хрониках. И вопрос, сколько длится класс. Классы длятся по два дня, начальный класс два дня и продвинутые два дня, а по шесть часов каждый с перерывом на обед. То есть чистого времени где-то каждый класс десять часов. То есть пять часов и пять часов и второй класс тоже самое. Второй класс может быть чуть-чуть побольше, иногда одиннадцать часов получается. То в зависимости от перерыва на обед, может быть чуть-чуть дольше, чуть-чуть меньше. Стоимость у нас в чате написана до первого марта будет небольшая скидка, если вы заплатите за классы. то есть идея класса научиться как открывать свои собственные рекордс, это первый класс, а второй уже больше как работать в самих рекордс и как менять все. На самом деле уже инструменты будут даны в первом классе, то есть после первого вы сможете уже менять свою карму, просто мы не будем сильно практиковать это, основная практика просто очень мало времени и за счет этого вот это главное научиться как этим пользоваться. Какие-то еще вопросы? потому что в принципе в чем идея класса? Посмотреть на свою судьбу и очистить ее, чтобы у нас был полный выбор, чтобы не повторять вот эту карму, чтобы не повторять это не ошибки, потому что на самом деле ошибок нет, нет ничего хорошего и плохого. Это первое, где я начала смотреть на то, что на самом деле ничего нет плохого и нет хорошего, вплоть до самых ужасных событий, даже вот те события, когда нас убивали, сжигали и так далее, то есть каким-то образом мы это сами выбрали в соответствии с тем, что было до того. Очень интересно наблюдать вот эту зависимость, когда душа выбирает одно и то же, одно и то же, одно и то же. Наверное, я не знаю, как вы, но я заметила в своей жизни, в отношениях с мужчинами, они шли по кругу. У меня было два замужества и одно обручение. Оба мужа были алкоголики, один, правда, был еще и наркоман к этому. Вот этот цикл спасать, он повторялся. и когда я посмотрела в своих хрониках, я увидела, окей, вот оно где сидит, вот здесь я была целителем, здесь меня сожгли, и я как бы отмываю свой грех или что-то еще. И я, почистив это, сейчас уже как бы мужчины встречаются немножко другие, но похоже, все вот это, когда начинаешь делать прощение, когда начинаешь очищение контракта, оно меняет все вокруг. Кичка, вы хотите, чтобы я задала этот вопрос всех или только окей. Один из вопросов, который здесь в чате, это тяжелая ситуация, замкнутый круг и небо вокруг. Вот таким образом смотришь, откуда это все берется. Очень часто можно проследить те жизни, те воплощения, где это произошло. В классах мы будем изучать, я не помню, сколько там молитв, по-моему, около восьми, в начальном и еще несколько в продвинутом. Девять точек в начальном и еще несколько в продвинутом. То есть, работая с этими точками, работая с этими молитвами, очень часто люди меняли свою жизнь. Один из таких красочных, скажем так, примеров, у меня была женщина, которая падчерица не разговаривала с отцом в течение шести лет. То есть, у них были ужасные отношения. Скажем так, вот стенка, ничего не проходило через это, много обид. работала я с женщиной самой, не с отцом и не с падчерицей. И сделали очень много прощения. Прощение, контракты, потому что у нее тоже были задействованы контракты. И после того, как сессия закончилась, через две недели падчерица позвонила отцу и у них начались отношения. Опять. То есть, очень интересно. Да, можно завершить все контракты. Мы не завершаем контракты. Мы их просто отпускаем. Я сейчас посмотрю, есть ли перевод. Если есть, я его сейчас, да, я его сейчас скопирую и мы поиграемся с этим тоже. вот оно. Сейчас мы в чат запустим для всех. И давайте все вместе подумайте о какой-то ситуации у вас, которая заблокирована, которую вы не можете изменить с кем-то или с чем-то. Но хроники доступны абсолютно всем. Единственное, что не рекомендуется детям до 18 лет. Потому что их судьба еще не зафиксирована. Лучше не лезть. Давайте прочитаем молитву. Если я еще держу какие-либо контракты, обещания, браки или какие-либо обязательства из любого воплощения, пространство измерения, пожалуйста, Бог, создатель Вселенной, Божественной энергии, все осознанные сущности света и любви, дайте мне поддержку, чтобы отпустить и отменить все контракты в их целостности. Не очень. Я прочитаю по-английски. Я очень извиняюсь, но пока перевод не годится, она может быть останется по-английски. Потому здесь очень важны вибрационные частоты. Я сейчас прочитаю по-английски. If I still hold any outstanding contract, promises, marriages, obligations from any lifetime, space or dimension, please God, creator, universe, divine, all conscious beings of light and love, support me in releasing and revoking those contracts in their entirety. Как сейчас себя чувствуете? Да, на английском было поинтересно. Мне почему-то пришло, что надо было просто прошлой энергии, энергии прошлого почистить перед тем, как по-русски контракты. Так как я немножечко уже брала сессию, Лена. Я знаю, что это но на самом деле английский очень интересный язык. Он очень, по-английски это слово звучит конгруент, он очень совпадает энергетически слова с энергией. То, чего в русском, на английском это, я потом пришлю тем, кто зарегистрировался на этот класс или даже, может быть, на фейсбуке, я поставлю в чат, и Анечка сможет послать. Мне сейчас просто нужно долго ее искать. У меня она есть. Есть, Анечка, скинь ее тогда. Очень интересно, Елена Бловацкая в свое время, она работала в хрониках, она писала все свои трактаты по-английски и потребовалась около 50 лет, чтобы перевести их на русский. Это не то, что русский плохой язык или хорошие и английский хорошие. Нет, просто вибрационно занимает какое-то время, чтобы слова соответствовали с той энергией, которая необходима. идея того, что все можно поменять, потому что мы энергетические сущности. мы полностью как бы когда смотришь под электронный микроскоп, там только пространство и энергии, вибрирующие на разных частотах. Поэтому когда мы используем слова, ну, во-первых, мысли материальные точно так же, то есть эти молитвы можно произносить про себя, они так же работают, как и вслух. Вопрос, сколько стоит сессия? Сессия стоит 300 долларов, поэтому я всегда рекомендую ребятам, возьмите класс, вы со мной два дня. Ну, естественно, иногда необходимы сессии, чтобы почистить определенные отрасли, сферы жизни. Сессия обычно занимает около часа. Какие-то еще вопросы? А, вы спросили, все ли могут попасть в хроники? Абсолютно все, если выбирают. Единственная рекомендация, вернее, там целый лист рекомендаций, как себя подготовить. Во-первых, алкоголь мешает войти, то есть обычно рекомендуется перед классом ни в коем случае не пить алкоголь и, естественно, никаких наркотиков как минимум за 24 часа до того, как начинаешь работать с хрониками. И детям, но с детьми совсем другое. В хрониках мы работаем осознанно, меняя свою карму. Ребенок не всегда полностью может оценить, что происходит. Это то же самое, как когда, допустим, ребенка взрослый имеет секс с ребенком, хотя ребенок может быть согласился 13-14-15 лет, но ребенок не в состоянии оценить это, поэтому это называется изнасилование. Поэтому рекомендация раньше была очень строго до 18 детей лучше, во-первых, не открывать их хроники и чтобы они не приходили на класс. Сейчас это немножко поменялось, дети становятся более осознанными, оно уже более немножко, скажем так, мягко, можно иногда после 16-ти, даже иногда от 14-ти до 16-ти, такой спорный вопрос, если есть разрешение родителей и ребенка, то ребенок может прийти. Как быстро начинается трансформация в зависимости от человека. иногда сразу, иногда занимает некоторое время, то есть иногда можно увидеть буквально на следующий день, что что-то поменялось, как я говорю, через две недели падчерица позвонила, иногда у меня был один случай, когда женщина пришла, мы чистили ее отношения с мужчинами, она где-то по-моему пять лет не могла встретить мужчину достойного и я даже не помню, что мы делали, какие молитвы, но что очень интересно, обычно в хрониках ты не можешь увидеть, что произойдет, но в конце, когда обычно мы задаем вопрос, а что еще нам нужно знать, она задала этот вопрос, она говорит, у тебя месседж, то есть послание дома, интересно послание, она приходит домой, звонит мне, Лена, у меня имейл пришел от мужчины, что мне делать, я говорю, ну отвечай, посмотрим, что произойдет, но на сегодняшний день, уже спустя девять лет они встречаются, они вместе, то есть, как я говорю, это может быть мгновенно, вот буквально в тот же вечер, две недели, а иногда нет, иногда трансформация происходит в какой-то другой отрасли, иногда трансформация происходит, человек просто начинает менять свое осознание, то есть очень много как оно влияет, мы никогда не знаем, как повлияет вот это очищение, но за столько лет то, что я смотрю, меня до сих пор поражает вот эта магия, вот это чудо, вот эти чудеса, которые происходят, трансформации через хроники, единственное, что хроники никогда не будут торопить, это как раз очень интересный вопрос по поводу того, как быстро начинается трансформация, я могу по своему примеру сказать, хроникам потребовалось около 13 лет, чтобы я только получила сертификат, они мне говорили сразу, причем сразу было легко получить, но я отмахивалась и говорила нет, не хочу, в этом как раз и выбор человека, потому что они никогда не сделают и не заставят вас даже трансформироваться и даже для вашего добра, они будут они абсолютно в полном принятии ваших решений, ваших того, что вы хотите, неважно это хорошо или плохо, потому что у них нет осуждения, что хорошо или плохо, ой, уже 8 часов утра, кто они, энергии, немножко тяжело объяснить, в моей старой школе они называли их loved ones, guides, то есть ведущие, направляющие, на самом деле это даже не ангелы, это уже за пределами нашей реальности, это чисто матрица света, чисто энергии, но там есть свои инструменты, которые не позволяют их использовать с целью насилия, с целью зла, потому что на самом деле их использовали для этих целей 2000 лет тому назад, потому что было очень много магов, было очень много колдунов, и хроники закрыли на 2000 лет, они их отодвинули от земли, и вот только где-то около 150 лет тому назад хроники начали спускаться с тем, чтобы все люди могли иметь доступ, естественно, там есть свои, я бы не сказала заслонки, но какие-то инструменты, что не позволят их использовать в качестве зла. Вот мы как бы заканчиваем уже наш вебинар, я надеюсь, что вы получили эту информацию, у нас есть еще, может быть, пару минут, если вы хотите задать какие-то вопросы, перед тем, как мы закончим, но основная работа, конечно, в классах, это только вот как бы вступительный, дать немножко вкус этой энергии, но честно скажу, она тоже не дает даже вкуса, потому что ее невозможно прочувствовать, пока сам не откроешь эту энергию, пока ее не почувствуешь. Я помню в одном из классов девочка, которая никогда в жизни не работала с энергиями, она просто, по-моему, она работала с компьютерами и просто зашла на огонек, не знала ни что это, ни как это, и когда она первый раз открыла хроники, у нее просто потекли слезы, потому что она говорит, я никогда не испытывала вот такого чувства любви, такое чувство благодарности, как она испытала просто открывшую хронику. На самом деле, что такое открытие хроник, это осознанная медитация, и мы не закрываем глаза во время медитации. Спасибо большое, спасибо за все комментарии и благодарности, я надеюсь, что хоть что-то немножко поменяется, и пожалуйста, используйте эти молитвы, вы можете их давать кому угодно, пусть люди используют. Для меня очень важно, чтобы в мире люди начинали менять вот эту энергию зла, потому что энергия зла это то, что вот это непрощение, обиды, депрессии, оно именно держит наш мир в том состоянии, в котором мы есть. Чем больше мы будем использовать вот эти молитвы, молитвы в чате, и, Анечка, ты можешь вот эти две молитвы поширить с людьми, которые были сегодня? Да, конечно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, и надеюсь, встретимся либо лично, либо онлайн. Благодарю. Огромная благодарность. Благодарю всех за сегодняшний вебинар и останавливаю. Благодарю. Благодарю.